Сложно подчинённые предложения Ребята, сегодня на уроке мы продолжаем наш разговор о дилеммах и выборе. И начать сегодняшний урок я бы хотела со слов первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он говорил, в процессе поиска бывают и удачи, и промахи. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ребята, действительно, в нашей жизни очень часто встречаются ситуации, когда нам необходимо сделать выбор, решить дилемму. И мы очень боимся ошибиться, выбрав не тот вариант. Никогда не переживайте о том, что вы выбрали не тот вариант. Может быть, именно эта дорога, пусть она и кажется вам сейчас тернистой, приведёт вас к счастью. Давайте с вами прочитаем ещё один текст о выборе, найдём в нём предложение, нарушающее смысл, и расставим недостающие знаки препинания. Готовы? Проверяем. Ребята, думаю, вы правильно определили, что предложение «выбирай, потому что ты должен сделать выбор» нарушает смысл всего текста. Оно нарушает его логику. А теперь давайте ещё раз прочитаем текст и посмотрим, правильно ли вы расставили пропущенные знаки препинания. «Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почётно. Выбирай, потому что ты должен сделать выбор. Выбирай то, что находит отклик в твоём сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия». Ребята, ещё раз внимательно посмотрите, все ли запятые вы расставили. Как вы видите, выделенное предложение нарушает смысл текста. А какое предложение заключает в себе основную мысль данного текста? Найдите предложение, в котором выражена основная мысль текста. Готовы? Проверяем. Конечно, ребята, это предложение выбирает то, что находит отклик в твоём сердце. Ребята, вы согласны с этим утверждением? Предлагаю вам взять его за основу в качестве тезиса и привести аргументы в пользу данного тезиса. Итак, выбирай то, что находит отклик в твоём сердце. Приведите не менее трёх аргументов. Ребята, обязательно обменяйтесь своими аргументами с одноклассниками. Ну а мы продолжаем нашу работу по тексту. В данном тексте автор использовал порцеляцию. Ваша задача найти порцелированную конструкцию и определить, с какой целью её использует автор. Но для начала я напомню вам, что порцеляция – это фигура речи, которая представляет собой процесс разделения высказывания на две и более самостоятельные фразы. Удалось найти порцеляцию? Давайте проверим. Порцелированная конструкция была представлена в последних двух предложениях. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия. Эти два предложения можно было использовать как одно, как одну целостную фразу. Но автор использовал порцелированную конструкцию с целью подчёркивания основной мысли текста и позиции автора. На прошлом уроке мы с вами говорили о сложно подчинённых предложениях с несколькими предаточными. Давайте вспомним грамматические темы предыдущих уроков и выполним упражнение «Эрудит». Ответьте на вопросы. Как называется предложение, в котором есть две и более грамматические основы? Как называется предложение, в котором выделяют главную и предаточную части? В каком предложении несколько предаточных частей относятся к одному и тому же слову в главной? И в каком предложении несколько предаточных относятся к разным словам в главном предложении? Ответили? Проверяем. Ребята, предложение, в котором есть две и более грамматические основы, называется сложным. Предложение, в котором выделяют главную и предаточную части – сложно подчинённое. Предложение, в котором несколько предаточных относятся к одному и тому же слову в главной – это сложно подчинённое с однородным подчинением предаточных. Предложение, в котором несколько предаточных относятся к разным словам в главном предложении – сложно подчинённое с параллельным подчинением. Молодцы! Сегодня на уроке мы познакомимся с ещё одним типом подчинения. Но для начала давайте вспомним виды предаточных. Прочитайте предложение, найдите в нем грамматическую основу и определите вид предложения. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Готовы? Проверяем. Ребята, чтобы определить вид предаточного, мы должны задать вопрос от главного предложения к предаточному. Выбирай то, что, что находит отклик в твоем сердце. На вопрос «что» и другие вопросы косвенных падежей отвечают предаточные изъяснительные. Значит, перед нами СПП с предаточным изъяснительным предложением. Давайте вспомним и сложно подчиненные предложения с предаточным определительным. Напомню вам, что они должны отвечать на вопросы «какой», «который», «какая», «какие» и так далее. Выделите из данных предложений СПП с предаточным определительным. Получилось? Проверяем. Конечно, ребята, это первое предложение. Небо отражалось в глазах, что были у нее пронзительно синими. Небо отражалось в глазах каких, что были у нее пронзительно синими. Предаточное определительное. Давайте рассмотрим и другие варианты. За работой мы и не заметили, как быстро пролетело время. За работой мы и не заметили чего, как быстро пролетело время. На вопрос «чего» отвечает предаточное изъяснительное. Мы хотим, чтобы радость вошла в каждый дом. Мы хотим чего, чтобы радость вошла в каждый дом. Это тоже предаточное изъяснительное. Значит, второй и третий варианты не подходят. А теперь, ребята, найдите сложноподчиненные предложения с предаточным изъяснительным. Получилось? Проверим работу. Конечно, это второе предложение. Мы хотим, чтобы радость вошла в каждый дом. Мы хотим чего? Чтобы радость вошла в каждый дом. На вопрос чего отвечают предаточные изъяснительные. Давайте проверим первое и третье предложения. И через силу скачет конь туда, где светится огонь. Скачет конь туда, куда, где светится огонь. Это уже обстоятельственное предаточное со значением места. Чтобы музыкантом быть, так надо б на уменье. Надо б на уменье зачем или с какой целью? Чтоб музыкантом быть. Это тоже обстоятельственное предаточное, но уже со значением цели. Ребята, сегодня мы познакомимся еще с одним типом сложноподчиненных предложений. Это сложноподчиненные с последовательным подчинением предаточных. Последовательное подчинение – это подчинение, при котором каждая последующая предаточная зависит от предыдущего и поясняет его. Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан, если спасается жизнь. Давайте зададим вопросы. Людмила Афанасьевна непреклонно считала, что всякий ущерб оправдан. При каком условии, если спасается жизнь? Как вы видите, каждая последующая предаточная поясняет предыдущая. Порядок частей предложения не имеет значения. Предаточные предложения могут находиться и перед главным. Рассмотрим пример. Как вы видите, предаточные предложения находятся здесь в начале. Она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо, когда? Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, о чем? Что в моем сердце что-то не ладно. Это тоже предаточные, последовательное подчинение предаточных. Ребята, теперь выполните задание самостоятельно. Расставьте недостающие знаки припинания и определите тип подчинения предаточных. Готовы? Проверим работу. Было так тихо, что слышно, как внизу в пустых комнатах стучат ходики. Давайте зададим вопросы. Было так тихо, как, что слышно, что, как внизу в пустых комнатах стучат ходики. Это сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением. Духовная культура человека будет неполной при каком условии, если он не обладает знаниями, какими, которые являются основой моральной культуры. Это тоже сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением. Давайте усложним задание. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки припинания, определите тип подчинения предаточных и составьте схему сложного предложения. Уверена, вы справитесь с этим заданием. Готовы? Проверим работу. Дилемма возникает тогда, когда оба взаимоисключающих варианта решения дают человеку определенные блага, которые с его точки зрения равнозначны. Как вы видите, это тоже сложно подчиненное предложение с последовательным подчинением предаточных. Давайте подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке вы повторили виды СПП и особенности СПП с параллельным подчинением предаточных. Узнали особенности сложно подчиненных предложений с последовательным подчинением предаточных. Исправили все допущенные недочеты в тексте. Определили основную мысль текста, опираясь на его структуру. И объяснили применение автором порцеляции в тексте. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч!